Енак Бадалян у своего горящего дома. Скоро этот район, где до сегодняшнего дня жила его семья, будет передан под контроль Азербайджана. Если мои дети не будут пользоваться тем, что я построил, тогда этим не будет пользоваться никто. Если они хотят, то пусть строят свои дома сами. Енак далеко не единственный, кто уезжает. Сообщается, что местные жители повсеместно сжигают дома, магазины и другие постройки. Сусанна Арустанян только-только достроила отель с рестораном и еще даже не успела открыть его, как стало известно о трехстороннем соглашении по Карабаху. Мы все строили сами и не проработали здесь ни часа. Сейчас она спешно собирает скарб и вывозит вещи. А это кадры армянского монастыря Дадиванг. До Степанакерта, столицы непризнанной республики, 93 километра или полтора часа на машине. Древняя святыня, которой порядка тысячи лет, находится в Кельбаджарском районе, который с 15 ноября вновь перейдет под контроль Азербайджана. Местные жители приехали попрощаться с монастырем. Мы не можем смириться с мыслью, что нам придется оставить все это и уйти. Здесь установлены 800-летние хачкары. Это земли наших предков. Хачкары – каменные стелы с резным изображением креста. Настоятелям монастыря Дадиванг надеются, что конфликтующим сторонам удастся решить судьбу святыни. Если они хотят, мы сядем за стол переговоров. Пусть докажут, что эта территория и церковь не относятся к армянским христианам. А если докажут, я смиренно уеду отсюда. А это уже сам Степанакерт, который сейчас больше похож на город-призрак. Полтора месяца, что шел военный конфликт, по данным Армении, здесь рвались снаряды. Многие тогда побросали все, что у них было, и уехали. Мы видели в небе самолет, он сбросил бомбу, на земле осталась огромная воронка. Мы решили, что надо ехать в Армению, в безопасное место. Но некоторые местные жители, как, например, семья Генрика, стали постепенно возвращаться в свои дома в Степанакерте. В прошлом и я сражался за эту землю. Это даже стало чем-то вроде привычки. Сейчас мы больше не испытываем страха. Тем временем в Степанакерт прибыла колонна российских миротворцев. Они будут контролировать в регионе режим прекращения огня. Всего в Нагорном Карабахе разместятся около 2000 военнослужащих из России.